во птицы раскудахкались с ума сойти так всем привет любит мохнатых чудовищ задолбали меня одним и тем же вопросом я людей понимаю сам такой какое преимущество пенополиуретанова улья перед деревянными если преимущество плюсы недостатки и все такое но я в пенополиуретане кто следит за каналом это второй год на первый год я никаких выводов не делал хотя и просили потому что что потому что первый блин как известно всегда комом надо попробовать ничего то не получится вот уже второй сезон и делаю я выводы две зимовки у меня в этом улье и буду рассказывать о преимуществах те которые я видел и о недостатках потому что недостатки этих ульях тоже есть не надо говорить что нету и так с чего начнем ну давайте начнем сначала давайте начнем с зимовки самая интересная тема ради чего берут эти улья потому что они теплее в основном когда продавцы их продают все время рассказывать они ж теплее они лучше в них пчелы лучше живут лучше развивается лучше зимует и все такое и пошел маркетинг вот я вам буду рассказывать по зимовке все буду по порядку рассказывать как у меня было скажу сразу в пенополиуретановых ульях пчелы зимуют хоть и незначительно но хуже чем в деревянных ульях осыпи таких ульях больше потому что как бы там ни было болезнь этих ульев это то что вот эти пенополиуретановые стенки не впитывают влагу потому что деревянные улья вот эти вот дерево впитывает влагу и удерживает и потом отдает на улицу то есть само дерево влагу перекачивает пенополиуретан влагу не впитывает стенки вся влага остается в улье и тут надо к ним приспособиться влагу из улья надо удалять обычно пенополиуретановые улья без сетчатого дна не идут потому что без сетчатого дна это вообще катастрофа сетчатое дно немножко от влажности спасать но тем не менее при зимовке влажность улье все-таки больше чем деревянном улье и осыпь пчел при зимовке больше я не скажу что катастрофическая осыпь но все-таки больше поэтому в пенополиуретановых ульях особенно если у вас погода такая как у нас зимой то тепло то холодно перепады температур пчелы зимуют хуже опять же и не катастрофически но все-таки хуже так вот зимовка протекает хуже зимовать надо с открытием сетчатым дном потому что вентиляции пчелы зимой пока они в состоянии покоя обеспечить не могут вентиляция должна быть естественная ульях пенополиуретан с этим проблемы поэтому влажность повышенная пчелы сыпятся зимой больше такие вот дела теперь приходим к плюсам весна в общем зимой никаких преимуществ перед деревом для пиу не имеют пришла весна первый облет первая пыльца пошла в улей сетчатое дно закрываю я рассказывал уже в прошлом видео закрываю потому что что потому что влажность уже когда пчелы активные они сами регулируют они вентилируют все что хотите там уже дно можно закрывать весной главное тепло воду они удалят сами а тепло надо беречь поэтому сетчатое дно закрываю и смотрим на результаты и вот сразу вам говорю что вот на раннюю весну они действительно теплее они действительно лучше когда только пчелы облетались я осматривал пчел специально и в деревянных через две недели после облета так вот расплоду тут было в четыре раза больше чем в дереве и это действительно так врать не буду в четыре раза больше сейчас 21 день после начала сезона семья имеет наименьший размер этим этот день и интересен вот я посмотрел я показал вам в прошлом видео дерево ппу разницу видите и как видите вот эти дни дерево начинает догонять ппу и вот я вам по своему опыту говорю что чем дальше к лету тем дерево начнет быстрее догонять ппу и вот уже в конце мая никакого преимущества ппу перед деревом иметь не будет потому что пчел будет одинаково что там что там в этом плане вывод такой ппу на раннюю весну действительно более теплые они дают больше расплода но потом деревянные улья их догоняет почему так происходит потому что ранней весной тепло это такой же ресурс как и мед и пельца тепло нужно и вот по теплу ппу работает лучше и расплода в четыре раза больше но дело в том что там того расплода фиг да нифига его хоть и больше семья стартует раньше но не критически вот на сегодняшний день семьи в ппу ну то есть моя семья в ппу имеет вид и расплоду больше чем в деревянном но деревянные впоследствии это было и прошлом году и в этом так будет их догонять потому что когда семья наберет силу в ппу она немножко начнет тормозиться потому что будет заходить уже предроевое состояние а в деревянных ульях все будет протекать со страшной скоростью они тормозить не будут и вот на этом этапе они их догонят и вот уже к концу мая разница не будет что в ппу что в дереве пчел будет одинаково расплоду будет одинаково но тут есть один нюанс если вам нужно акации то есть ранние взятки и допустим вы хотите взять садки в этом году нереально потому что садки уже цветут а пчелы еще не обменяли молодую на новую пчелу у нас садки сейчас пчелы вообще на цветах пчел нету но в дух у вас нормальный сезон они как у нас нормальная погода то вот действительно если вы хотите ранний ранний мед взять то ппу в этом выиграет потому что пчелы ппу стартует раньше и если свести две семьи в ппу вместе они будут более сильные то они смогут взять мед даже из садков а в деревянных ульях не смогут поэтому если вам нужны ранние взятки то ппу тут конечно вне конкуренции если вам нужны взятки уже июне месяц этом июле подсолнув то никакого преимущества ппу перед деревом не имеет в этом случае потому что поздние взятки берут и те и те одинаково хорошо ну там уже понятное дело лето жарко никакого преимущества ппу не имеет жарко ли в этих ульях летом не скажу что жарко сечь это и дно делает свое дело каких-то проблем с жарой когда у нас по плюс 30 градусов летом с ппу нет ни что в деревянных выкучивается одинаково что ппу выкучивается одинаково то есть и там и там все более-менее нормально никаких проблем по лету по жаре с этими ульями нет после взятка после подсолнуха идет у нас наращивание пчел на зиму осенние и осень и потом идет глубокая осень преимущество ппу осенью тоже в принципе ничем не проявляются нормально развиваются пчелы осенью что и ппу что в деревянном одинаково преимущество ппу не имеет единственное что ппу когда уже идет закат сезона пчелы прекращает выращивать расплод пчелы сбиваться в клуб начинает период когда холодает ночью огнем еще тепло кто сбежался то разбежался надо не прозевать обязательно открыть сетчатое дно если вы его по какой-то причине там закрывали вдруг у вас холодно было потому что мгновенно повышается влажность пулье тут холодно пчелы не вентилируется и сразу начинается сыпаться то есть сразу пчелы мокрые черные не хорошо получается поэтому за сетчатым дном ппу надо следить постоянно деревянные улья можно не следить потому что они сами по себе в воду впитывают в стенки и дно ппу за сетчатым дном надо следить прозеваете сетчатое дно не вовремя закройте не вовремя откройте и в общем-то все преимущества этого улья уходят на нет и что имеем в сухом остатке осень одинаково лето одинаково что ппу что дерево без разницы зимует немножко хуже а весной развивается немножко лучше но это преимущество весеннего развития имеет короткий промежуток и только ранней весной после того как потеплеет немножко и семьи поменяют своих пчел начинается рост то в деревянных ульях пчелки догоняют по своему развитию вот этих пчел которые в ппу то есть преимущество ппу только в ранне весеннем старте если вам нужны ранние взятки туда поэтому хороший улей если не нужны то в принципе что дерево что это одинаковое все преимущество этого улья только в ранне весеннем старте но если у вас поздние взятки то раньше стартанули раньше и роиться начали поэтому если вам не надо размножать пасеку и не хотите ловить раев то тоже вам ппу вроде как и не вроде как дерево тогда лучше там позже стартанули более шатко развивались но и роятся позже поэтому можно удержать их от роения до самого подсолнуха а тут еще попробуй удержив что раньше развились раньше рои раньше такие вот дела поэтому надо смотреть по своей местности нужны вам эти ппу или не нужны ну и понятно из преимуществ корпуса легкие против дерева на руку легче из минусов стоят дороже и бьются очень сильно где-то меня этот корпус уже был надбитый вот кусочек отломился неудачно поставил я этот корпус и он разбился пришлось клеить и с этой стороны то есть корпуса такие очень нежные это минус дерево можно с 10 этажа сбросить она выдержит а ппу разбивается ну правда и клеится но и разбивается такие вот дела так что мое мнение такое вот если у вас для слабых семей для отводка для того чтобы выращивать отводки допустим маток облет его для нуклеусов для маленьких таких слабеньких семей которые себя плохо обогревает эти улья идеальные просто прекрасно если вам нужны ранние взятки с акации там акации вас там допустим слишком рано цветет или вот садков хотите меду взять тоже ппу исключительно хорошо для этого подходит потому что дерево не подходит это не значит что в дереве нельзя садков взять можно потом это сделать сложнее тут легче во всем остальном принципе он ничем не лучше деревянного улья а все что про них пишут это целом маркетинг ну каждому в свое мое мнение вот такое я не говорю что они плохие они хорошие улья ничем не хуже дерево но со своими нюансами если бы они стоилось только сколько дерева я бы наверное скорее всего перешел бы на ппу но так как они стоят намного дороже то это под сильным вопросом потому что денежные вложения в них тоже окупается довольно дольше такие вот дела но сегодня такое видео вот такое вот коротенькое мое сравнение будут вопросы пишите может я чего-то забыл буду вам все рассказывать ну то что я думаю не то что там книжки написано лично просто ему опыта у нас у меня такое видео лайк кому понравился кому не понравился анолок и передаем привет моим мохнатым чудовищем